так друзья запись пошла раннее утро вот кому не спится занимаемся пересадкой деревьев на постоянное место для этого были уничтожены крупные 20-30 летние абрикосы вот такой вот такой вот вздыхаю теперь подсадка чего растут рост абрикос значит подсаживаем мы теперь грушу или яблоню меняем чего нам было так значит тема пересадка и обрезка прошлогодние посадки вот они также видите вчера делаются холмы это абрикосы вот пришлось садить абрикосы по абрикосам почему вот такой вот разросся если бы вы видели его летом вы видели гигантскую крону сейчас он так не смотрится зимой вы увидели что когда было собрано с него 40 ведер вот это вот осталось причем вот с такой густотой с такой густотой на десятках квадратных метров сейчас опройдусь почему это одно из моих достижений она всего лишь заключалась в том что когда-то я на украине прекрасные черенки мне продали а потом сказали а вот этот возьмите он попроще вот но я взял и гривны за него заплатил хотя они хотели брать вот а я все-таки за не заплатил и вот результат после 40 ведер участники это телевидение по главе чтобы точно было поверили мне с кунда селом вот это ведущий телеканала телеканала консультант садовода вот если мы будем с вами ходить смотрите это все я специально пониже а то скажите что вам это снится это все на десятках если брать так 10 на 10 это на 100 квадратных метров везде и сюда они после сбора 40 ведер и вот получается что вот этот нот ну сколько вам показывать меня я наклонился почти до земли я становлюсь горбатого спина болит вот видите вот это все 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 вот ну поверьте что он туда пойдем вот сюда пойдем вот с той стороны смотрите такой же густотой и получается что не побрезгал простейший простейший жердель привитая на русский прикос дала два побега две почки вот это чудо теперь я никогда не откажусь это моя родина вот это украина поэтому я взял и начал уничтожать других стран да тут у меня уничтожен был абрикос канады это с приморья тут с хабаровска так вот посадки вот они те же холмы и все-таки пришлось наступать себе на найти на что и подсаживать теперь о подсадке и обрезки от видите вот так это выглядит с посадкой вот такая сильная обрезка вот причем пересаживал деревья которые уже цветы распускаются вот так сейчас мы покажем что самое свежее что было сделано час-два назад всем утра начали и продолжаем видите и то же самое пришлось даже молодые здоровые абрикосы выпилить вот этот вот этот вот этот ради яблонь с абрикосами получился перебор пришлось подсаживать яблони вот они молодые но уже видите светощими почками сейчас я на ваших глазах буду делать так смотрите вместе с цветами это называется обрезка для пересадки вот это в неплохие корни этот уже был заранее обрезан вот и никуда не денешься два года он уже заложил почки чтоб на третий год засвести но самое главное впереди и так мне не выдержали нервы вот этот вот это яблоня в этом горшке была выкопано сергея должен уничтожить она не была куплена просто не было куплено так я сказал себе нет я ее спасу вот она лишняя ямка ну я ямкой называю как раз холм центре ямка для посадки так сейчас делаю предпродажную ой привычка сработала я уже не продаю предпосадочную обрезку внимание внимание вот не удивляйтесь что две трети кроны будет уничтожено может быть даже три четверти в горшке до 100 корме вроде бы достаточно вот они вылезли за пределы вот и не видите там прекрасно большие дырки так делаем вот так вот а садят обычно да еще покупают с открытой корневой системой и садят не обрезая кроны и у нас все миллионы купленных саженцев предпосадочную обрезку практически никто не знает 7 миллиона людей посадят инвалидов крепкая древесина садят инвалидов поняли я выбираю почку чуть выше почки режу например вот эту вот господи проснулся помощничек работать кто будет так и всегда сейчас я поставлю и вы увидите что из нее осталось осталось только вот это никогда штамп не делаю нижней скелетной ветки кормят корни и почву вокруг кормят глюкозой поэтому нижней скелетной ветки это святое они неприкосновенно и так сейчас я наверное вот так сделаю как всегда мне говорят наимите оператора и никто ни рубля не пришлют чтобы я нанял оператора советником развелось так вот тут она будет горшок будет обрез вырезать аккуратно ямка углублена но главное это то что почва вокруг неприкосновенно неприкосновенно поняли да вот эти ранки будут когда я закончу сейчас съемку вот эти вот замазаны вот этим вот вот этим вот и все все равно стоящие делаю обязательно на теколе только намечены они воткнуты слегка потом вот эти деревья были брезгливо отвергнуты не были проданы видите какой изгиб то еще я сюда вбиваю кол и подвижу подвижу его сейчас покажу пятнышко на месте слава богу я людям говорю вот это пятнышко под его пальцами это юг это то что не делает никто кроме нас во всей россии вот чё помогать пришел молодец за бесплатно нормально наш век редко кто скажет за бесплатно даже дети уже знают цену деньгам особенно когда их нет особенно когда их нет так теперь что сенью мне надо будет наверное небольшой мастер-класс устроить с твоей помощью сейчас вот посадится вот я тебя вчера показывал как это прививать а как обрезать сейчас мы с тобой продлим фильм на минут на пять и сделаем обрезку вот а ты будешь вот это я тебе дам замазывать и зарабатывать деньги это работа платная потому что я зарабатываю обязан делиться только это не здесь будет ты отойди а то тебя ножом сейчас заденет вот так пятнышко белое все белое пятнышко смотрит на юг объясняю сенью тебе объясняю вот она с этой стороны солнце обжигала утром в середине дня с этой стороны обжигала а там где андрей сидит там север со стороны обжигали ветра и ни коем случае нельзя посадить наоборот об этом практически никто не знает ни в каких наставлениях ни в каких учебниках ни в каких этих нету этого вот теперь насчет холма он потом просядет сколько-то так потом слушай а вы перегной заказывать не будете будем точно я потом немножко украду для этих молодых вот потом вот и перегноем и вот так вокруг обсадим вот где его палка и дальше будет такая лента вокруг из перегноя то есть холм станет более пологим так раз вот кстати это мне надо вот это вот веревочки мои выпали случайно это холе прибивать и подвязывать вот вот там корешок торчит вот так все отлично так сеня начинаются заработки замазывай замазывай вот воды вот столько обычно мало потому что она стекает но начиная со второго года корни будут там где вот сейчас стоит андрей где сейчас стоит сеня корни будут уже тут и вся вода с холма будет стекать есть допустим нормальный дождь я же говорю про ливень будет стекать туда где кончики корней но это со второго года первый год надо не полениться поливать вот так садили мы фактически взрослые деле видите светочной почки хотя ему всего два года вот те кто нас пугает что мы купим готовый саженец а сами вырастить не можем вот готовый саженец пересаженный сам для себя молодец вот еще раз 100 рублей заработал позор для тебя садовод называется за целый день 100 рублей сегодня твой плат 200 рублей так каждый день понял а торговаться как говорилось там бендер торг не уместен так ладно и так получилось ну в общем то вы решать что корни политы а теперь давайте посмотрим сколько срезано сколько осталось к сожалению это действительность такая я срезал примерно 80 процентов кроны если брать по листьям может быть даже 90 но это гарантия что дерево выбросит молодые побеги да на год задержится плодношение потому что срезаны вон они десятки цветочных плодовых почек и даже плодовых шпорцев вот с плодовых образований там где будет уже десятки на одном сантиметре будет последовательно каждый год 10 лет цвести 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 все это уничтожено но при присадке это необходимо так пойдем сегодня дальше идем сюда как мы будем делать мы учим проверить там замазано вот это вот сбоку немножко сбоку еще вот с моего боку маленькая ранка вон она зеленая сбоку сбоку а вот так теперь идем сюда по садом пересаживали перероски вот при том что саженцев считается нет при том что сергей вот смотри вот эту вот ранку я случайно не заметил вот эту торопяшка торопяшка вот такие саженцы кривоватые горбатые ровненькие даже спросите почему они купили вот это жигулевская мощное отборное дерево дает 30 40 лет причем не мелких а крупных от 150 если небольшое если большой урожай до 400 грамм если небольшой урожай и может дать 30 40 лет вот ну давай теперь это уже тоже сейчас что здесь написано давай прочитаем а кондиль кондиль мне пришлось выбирать из того что было сергей кондиль продавал а вот это опять по обрезку я сказал себе ладно видите сосветать собирается вот теперь мы из нее делаем вот так вот и вот так теперь она начнет лучше развиваться и расти именно обрезка в данном случае так то я противник обрезок злосых деревьев в данном случае это необходимость лучше приживется опять же смотрите белая пятышка где смотрит на юг и его нельзя закапывать закопали дерево будет болеть даже яблони так